Причина того, чтобы укрепить волосы, у каждого своя, кому-то хочется добавить им блеска, кто-то восстанавливает после окрашивания, кто-то хочет просто слегка оживить, а кто-то борется с реальными проблемами, ломкостью, сухостью, выпадением. В таких ситуациях можно накупить великое множество самых разных средств в магазинах косметики или отправиться в салон красоты. Можно своими силами вернуть волосам жизнь и в домашних условиях, о чем и пойдет речь в данной статье. Энтон Пепеп. В чем заключается проблема? Для того, чтобы укрепить волосы народными средствами, надо понять, в чем причина проблемы. Например, вы легко можете вернуть волосам блеск, тогда будет достаточно сразу приступить к процедурам. Если ваши волосы ломкие и секутся, то необходимо сначала обрезать всю мертвую часть волоса, вернуть к жизни такие кончики не получится, поэтому лучше работать с более здоровой частью. Если у вас выпадают волосы, то сначала надо сдать анализы у врача и выяснить, есть ли у вас какой-то гормональный сбой и начать его лечить. Очень часто причиной проблем с волосами становится их частая укладка, фен, утюжки для выпрямления, щипцы для завивки, укладочные средства. Если вы собираетесь укрепить ваши волосы, то откажитесь от всего вышеперечисленного хотя бы на 6 дней в неделю. В противном случае во всех ваших стараниях нет никакого смысла. Рецепты домашних средств маска с бесцветной хной. Пакетик бесцветной хны 25 граммов, смешайте с двумя столовыми ложками смеси масел, репейная, касторовая и зародышей пшеницы и добавьте 200 миллилитров кипятка. Должна получиться довольно густая масса. Нанесите ее на сухие немытые волосы, сначала на корни, а потом распределите по всей длине. Уберите волосы под шапочку для душа или целлофановый пакет, а сверху оденьте теплую шапку. Через полчаса смойте водой, а затем помойте голову шампунем. Чтобы хна не сделала волосы жесткими, воспользуйтесь питательным бальзамом. Масляная маска. Хорошо помогают маски с маслами. Вы можете взять наиболее популярное репейное. Нанесите на 2-3 часа на волосы и оставьте их под шапкой, как говорилось выше. Промойте хорошо под проточной водой с шампунем. Бальзам пользоваться не следует. Для этих целей также подходит касторовое масло. Для удобства нанесения купите специальный флакончик для окраски волос или возьмите использованный, но хорошо вымытый. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Узкий носик помогает равномерно распределить смесь по волосам. Ополаскивание отваром трав. Приготовьте смесь трав, вы можете компоновать и добавлять то, что у вас есть, корень аэра. Цветки календулы. Листья крапивы – хорошо для брюнеток. Шишки хмеля – для блондинок. Все травы взять по 1 столовой ложке. Залить литром кипятка, оставить настояться примерно на 3-4 часа. Затем кипятить на медленном огне около 15 минут. Процедите смесь. Полученную жидкость используйте в качестве ополаскивателя на вымытые волосы. Волосы после него больше мыть не надо. Подождите, пока высохнут, периодически расчесывая. Для того, чтобы укрепить волосы от выпадения народными средствами, можете попробовать делать следующую маску. Маска для корней волос с яйцом. Возьмите 1 столовую ложку уксуса, 1 сырое яйцо, 2 столовые ложки касторового масла и чайную ложку глицерина. Тщательно смешайте и нанесите на корни волос. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Как говорилось выше, наденьте на голову шапочку для душа, а сверху теплую шапку. Держите примерно полчаса-час, затем смойте водой с шампунем. Витамины в ампулах. Для укрепления волос можно использовать витамины в ампулах, которые продаются в аптеках. Купите упаковку витамина А или витамина Е. Вы можете добавлять их в смеси для домашних масок или смешивать с покупными масками и бальзамами из магазина. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Озвучена Яндекс Спичкит. Только добавлять витамины надо непосредственно перед нанесением на волосы, смешивая в небольшой посуде, а не добавлять во флакон. Маски с глиной. Смешайте голубую или зеленую глину, покупается в аптеке, в пропорции 2-1 с бальзамом для волос. На волосах такую смесь надо держать около 30 минут, накрывать ничем не надо. Смывать сначала обычной водой, потом можно с шампунем. Коньячная маска. Хорошо разотрите 2 желтка и 50 грамм коньяка. Нанести надо на волосы и оставить под шапочкой. Держать полчаса. Хлебная маска. 200 грамм хлебного мякиша как следует разомните. Добавьте к нему 1 яйцо и немного отвара из крапивы или календулы. В результате у вас должна получиться жидковатая кашица, которую надо нанести на корни волос. Через 20 минут можно смывать. Маски не следует применять чаще 2 раз в неделю. Составьте себе график, где по дням распишите, что будете делать, для наглядности. Озвучено Яндекс Спичкит. Если в какой-то день вы пропустили процедуру, то повторите ее на следующей, но тогда ваш график сдвинется, и следующая маска будет на сутки позже запланированной. Ополаскивать волосы травяными отварами и настоями можно каждый раз после мытья головы. О мытье головы стоит сказать отдельно. Не следует мыть голову чаще 3 раз в неделю. Лучше всего остановиться на 1, когда вы подлечите и укрепите волосы, а если волосы жирные и не позволяют, такого не позволяют, то на 2. Вы можете решить, что ходить с грязной головой долго невозможно, так как волосы перестают выглядеть опрятно, но вы можете отучить. Волосы привыкают к тому, что их моют реже, поэтому перестают так быстро становиться жирными. Например, вы привыкли мыть голову каждый день. Попробуйте 2-3 недели мыть ее через день. Потом через два. Потом через три. Со временем жирность волос уменьшится. Вы вполне можете себе это позволить, ведь в начале статьи было порекомендовано отказаться от укладочных средств. Итак, давайте подытожим. Взявшись за укрепление волос, необходимо составить себе график, чтобы не пропускать дни, когда надо сделать маску. Старайтесь не пользоваться феном и другой техникой для укладки. Откажитесь от укладочных средств и приучите волосы к мытью два раза в неделю. Если вы в комплексе возьметесь за свою проблему, то увидите результат уже через пару месяцев. Если раньше у вас сильно выпадали волосы, то после систематического применения масок вы увидите, что волосы больше не выпадают, а кроме того полным ходом растут новые. После того, как вы достигнете желаемой цели, периодически используйте один из понравившихся вам рецептов раз в одну-две недели, чтобы закрепить результат. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует...